Восемнадцать. Отлично. Отмечай. Теперь стандартная работа. Из пятерки нельзя. Из двойки нельзя выходить. Из тройки нельзя. Из восьмерки, из девятки тоже нельзя. Из восьмерки нельзя. Так, что у нас тут еще? Четверки можно идти, можно. Слушайте, здесь какой-то ужас. Ой, здесь очень много вариантов. А для каждой цифры вариант единственный? Для каждой цифры вариант единственный. Это замечательно, но уж очень много. Ну хорошо. Хорошо. Я все равно решу. Я все равно решу. Так, поехали. Начну с единицы. Так нельзя резать. Пусть я прорезал так. Так нельзя резать. Пусть я прорезал так. Тогда смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Осталась одна клеточка. Надо обсудить ее. Четыре подряд клетки. Четыре подряд клетки. Кому они ставили клетку, не будет. А, да все. Четыре подряд клетки здесь есть. А здесь не будет четыре подряд клетки. Ребята, все. Замечательно. Единичка не получилось. Теперь давайте займемся, ну, например, четвертой. Если у нас так вот разрезать, по другому тоже здесь нельзя. Опять наша стандартная работа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, ну, здесь уже хуже. Хотя нет, не хуже. Смотрите. В этом направлении плюсиков пять штук. А минусиков не может быть ни в каком направлении пять штук. Все. Четверка тоже не получилась. Высота этой фигуры пять. Да. Высота из плюсиков слишком большая. Фигура получилась из плюсиков слишком высокая по сравнению с... Так. Я сейчас только считаю из четверки. Да? Хорошо. Давайте теперь из семерки. Давайте теперь из семерки прорежем вот так. Здесь нельзя. Значит, здесь так. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сейчас здесь не знаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так. Смотрите. Если здесь будет минусик, то вы четыре минуса подряд. Это нельзя. Значит, здесь должен быть плюс, но тогда и здесь должен быть плюс. Плюс получилось слишком много. Так. Семерка тоже не подошла. Семерка тоже не подошла, ребята. Стираю. И теперь последняя надежда. Кстати, все понимают, как такие задачи придумывают и почему их придумывать на самом деле легче, чем решать. Когда человек придумывает такого типа задачу, он, разумеется, не берет какую-то фигуру, рисует и не пытается ее развить, а он наоборот, берет одну половину, делает абсолютно такую фигуру и пытается представить их как-нибудь, чтобы побольше клеток скрылся. Так что такие задачи, конечно, легче составлять, чем решать, но с другой стороны вы видите, что вот эта вот процедура, кстати, я ее сам узнал довольно недавно, я даже знаю точно, когда я ее узнал, есть такой замечательный Андрей Иванович Богданов, это программист фирмы Google, который у нас, ну, то есть он раньше в России жил, но когда весь Google прогнали отсюда, то автоматически сотрудники тоже вынуждены были уехать. Вот, соответственно, сейчас он живет в Мюнхене, это огромная совершенно комментированная фирма, да, очень важная для всего мира. Он сохранил интерес к всякому роду головоломкам. Каждый год, между прочим, в России он, еще несколько человек, проводит даже чемпионат по этому, ну, по разным головоломкам. И вот, когда мы в 2014 году, значит, в Мюнхене приехали, то он провел несколько занятий о головоломках, они все, кстати, записаны, так что можете посмотреть. И там нарисованы красивые картинки. Да, да, там все очень красиво нарисовано, потратили очень много времени, для того, чтобы это не так вот каракульно на доске, а действительно идеально красиво все нарисовать. Когда мы были на этой самой школе, то Богданов, пользуясь только работой в Google, провел для нас экскурсию. Ребята, это было замечательно. Дело в том, что у Google есть в разных городах мира здания, где работают их сотрудники, в частности, вот в одном из этих зданий, я, Голи, там другие участники этой летней школы были, и не буду говорить про то, что я там технику делаю, там программу пишу, это все, конечно, понятно, но мне очень понравились некоторые правила работы этой самой фирмы. Правило номер один. От любого сотрудника фирмы Google еда должна быть на расстоянии не дальше... Сколько метров, Коля? 50. Нет, правильно, запомнил. Заметьте, Коля запомнил. Еда не дальше 50 метров. То есть, значит, проверяют, чтобы любой сотрудник мог дойти до еды, потратить не больше, чем 50 метров, да? Дальше. Что такое еда? Ребята, я уже, я вот тогда увидел, как это там здорово, и сейчас по-прежнему хочу стать программистом фирмы Google из-за одного изобретения, которое я там увидел. Все знают, что есть такая штука, как апельсиновый сок. Отлично. Так вот, выяснилось, что сотрудники Google настолько любят апельсиновый сок, что поставили у себя там устройство, которое выдавливает этот самый сок, но не такое, которое, может быть, есть у вас дома, или в котором вы, по крайней мере, это видели. То есть, это стандартное устройство для выдавливания и сок, это такая штучка. Вы берете апельсин, режете его вполам, кладете, надавливаете сверху. Знаете такую штуку, да? Выливается вам там стакан или полстакана, сколько вы получаете, надавливаете следующее, надавливаете следующее, и так давите, давите, давите. Так вот, ребята, программисты Google поняли, что это, конечно, замечательно, но малопроизводительно. У них следующее устройство. Берите стакан, ставите его, нажимаете на кнопочку, и с ужасом видите, что устройство, у которого вы эту кнопочку нажали, это такая вот такая большая-большая-большая штука, и в некотором месте там есть, типа, корзинки, куда апельсины надо загружать в ящик. То есть, не по одному, а туда надо взять и высыпать в ящик этих самых апельсинов. Понятно, да? После чего робот тащит эти самые апельсины, они выстраиваются в цепочку, после чего их давят в огроменном количестве, и вы получаете этот самый сок. То есть, в результате, если вы нажмете на кнопочку, то у вас получается могучий поток апельсинового сока, проще говоря, ветром. И это было замечательно. И это было замечательно, потому что вся наша летняя школа, соответственно, поняла, зачем мы приехали в Мюнхен и пришли в фирму Google. Для того, чтобы каждый из нас выпил ветром апельсинового сока. Это было приятно. Ребята, это действительно простая штука. Руководство этого самого Google поняло, что им надо, чтобы это приятно сделать сотрудникам. Еще там есть замечательное правило, которое бы тоже, на самом деле, многим фирмам неплохо бы получиться у Google. Правило там такое. Работник определенную долю рабочего времени, я не помню какую, то ли 20 процентов, то ли сколько, имеет право делать то, что хочет, не спрашивая никакого разрешения начальства, то есть придумывает сам себе задачу и начинает ее решать. И если в какой-то момент у него что-то получается, то начальство может это дело подхватить, дать ему еще помощь сотрудников, и это разовьется, разовьется, разовьется. Ну, разумеется, в большинстве случаев у него ничего не получится, но вот его за это не будут ругать. И это действительно замечательно, потому что вот эта вот идея разрешать людям творчество, она очень важна, вот такого рода. И третье, и главное, почему надо идти работать именно в людях. Ребята, оцените это, особенно взрослые. Там, в принципе, никого не интересует, ходит человек на работу или нет. А именно, любой сотрудник без объяснения причин может взять и не прийти на работу. А может даже взять и неделю прийти на работу. Ну, понятно, что если вы ни второго, ни третьего, ни пятого недели не придете, то вас все-таки уволят. Вот, то есть, злоупотреблять не надо, но замечательно, что действительно отсутствует постоянный контроль. Речь очень простая. Когда человек пишет программу, то на самом деле руководству интересны эти программы. Интересно, чтобы была сделана работа. А написал он ее дома, ей принес на работу, и она пошла. Или же он сидел весь день на работе, или он сегодня не был на работе, а зато завтра весь день. Понимаете, это не так важно. Важно, что выполнен план. И вот эта вот гибкость, она тоже очень, 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 на самом деле, что называется, приятна сотрудникам. Потому что, вы, наверное, это еще не понимаете, но взрослые очень понимают, что вот когда нужно обязательно прийти на работу, а у тебя в этот день что-то другое и, так сказать, критическое, то вот это даже один день может так выбить на много-много-много, да, что потом, потом бы ты исходил, другой день спокойно. А вот, да, что хотите? Я хотела спросить, а вот вы говорили про то, что там сразу же много апельсинов, да? Это что там, сразу целое ведло апельсинов, сколько выливает автомат? Нет, выливается, разумеется, не ведро. То есть, есть просто кнопочка. Нажимаете на нее, оттуда течет. А установка в это время давит. Но если вы, так сказать, непрерывно нажали, ну, соответственно, вы и первый ящик продавите, и второй, и третий, роботу без разницы. Вот, ну, нормальный человек, разумеется, нальет себе стакан и, понятно, да? Уберет палец с кнопочки, и оно перестанет давиться. Так, вот она картинка. Так, сейчас проблема. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Если я сюда поставлю... Вообще надо понять, куда стоит плюс, куда стоит минус. Вверх стоит плюс, а плюс, а плюс, а почему? Почему не сюда плюс? Потому что если поставить... Я поставил сюда плюс, сюда минус. Будут они одинаковые или нет? Нет. Почему? Почему родители? Потому что не остались. Не знаю, нет как расстраиваться. А, Александр, здесь смотрите. Есть картинка из трех клеток, в трех клеток одна. Смотрите. Смотрите, три и три. Такой уголок. А здесь тоже три и три. Разве нет? Нормально. Так. Дальше нет. А просто получается, в первом фигуре, в первой фигуре, где в первом фигуре она на первом фигуре, она такая, в первом фигуре, а в второй фигуре она на... Нет. Смотрите, представьте себе, что это за такая фигура. Есть три клетки. Три клетки, да. Три и одна. Нет. Да. И есть такая же фигура во второй, в плюсской. Да. 3-3. Они единственным образом это поворот относительно клетки. У вас фигура 3-3-1 получается единственным образом поворотом относительно точки 1,5-2. Вы, что там, что у меня есть, если бы были вот такие, смотрите. Здесь есть такой, извините, хвост, который над вверх, вот есть 3-3, и при этом две клетки, они без всего. Здесь у меня 3-3, но здесь нет двух клеток, потому что здесь плюсик, здесь плюсик. Да, все. Все. Я убираю. Я вверх пишу плюс. Сюда пишу минус. Три клетки, три клетки, одна клетка. Три клетки, три клетки, одна клетка. Все. Эти части действительно конкретные. Теперь смотрим, как это понять. Вот смотрите. Здесь есть три клетки, сюда выступающие, и сюда мы заходим. Ребята, это должна быть скользящая симметрия. Кто покажет ее ось? Через середины вот этих мостов отрезочков проходит такая прямая. И давайте посмотрим, насколько двиг на половину диагональ. Видно, что вот эта точка переходит в центр и должна сдвинуться сюда. Вот эта клетка двигается сюда. Вот все хорошо.